Утречка, отличный день для новой игры. На связи Чандр и ребят, это игра из топа Трова. То есть, огромное количество зрителей по этой игре. Это у нас Russian Fish 4. В общем, русская рыбалочка. Мы еще ни разу в нее не играли, я даже не знаком с этой игрой. Давай взадом мы идем, нам нужно на мостик. Хорошо, пользуемся фонариком. Пока что проходим обучение, я понятия не имею, что мы тут будем делать. Но мы встали. Хорошо, мы встали, у нас есть ноги, даже пузо у нас есть. Хорошо. Мы хотим открыть инвентарь, к примеру. Так, подготовим снасть к рыбалке. В появившемся списке выберите маховое удилище или маховое. Например, Тейлстик ТЛ-16. Боже, ну хорошо, я выбрал. Затем возьмите удилище в руки, взять в руки. А далее выберите оснастку глухая. Так, выбрал здесь раз. А оснастка где? Оснастка глухая. Все в порядке. А выбор оснастки. Выберите оснастку в соответствии с типом удилища и условиями ловли. Для просмотра описания оснастки выберите ее в списке оснасток. Нажмите левой кнопкой мыши. Изменить тип оснастки, установленной на удилище, можно двойным нажатием. Добро. Глухая. Компоненты обыкновенные. Либо баллонский поплавок. Классический крючок. Наживка. Это у нас какая? Искусственная приманка. И простая донная. Мы начнем с глухой. Мы начнем с глухой. Обычный поплавок, да? Классическая оснастка с зафиксированным поплавком. Глубина спуска выставлена в ручном режиме. Недостаток данной оснастки. Ограничение по глубине спуска, который не может быть выставлен выше длины удилища. Это с грузилом нужно. Глубину больше. А вот это на больших рыбок нам. Хорошо. Давай тогда так. Глухую. Добро. Дальше что нужно взять в руки? Давай. Мы взяли в руки. Снасть практически готова к рыбалке. Установите спуск поплавка 1 метр. Это позволит наживке опуститься ближе ко дну. Для установки нам плюс, нам минус. На самом деле это не очень удобно. 1 метр, да? 1 метр. 60 сантиметров. Хорошо. И дальше нам что нужно делать? Ой! По-моему она за меня зацепилась. Не цепляйся за меня! Не, не зацепилась. Хорошо. А дальше, а как это пропустить? Пока неизвестно. 90% каких-то. Снасть практически готова. Ну, я сделал. А может быть нам минус нужно? Так я нам минус и сделал. По-моему, что-то пошло не так. Какой кнопкой мыши? Левой кнопкой мыши я могу просто вытащить. Я понял. Ну, нам минус, нам плюс. Я ловил. Нужно 60 сантиметров. Мы это выставили. Обучение дальше не продолжается. Снасть готова к забросу. Так, погоните. Кто молодец, ребят, я молодец. Я с этими некросмитами и таймером что-то вообще удавился. 60 секунд же, 60 секунд. Мы вот с этими таймерами... Все, ребят, туплю. Туплю. Согласен. Снасть готова к забросу. Попробуйте бросить ближе к траве. Для этого повернитесь направо. Ну, хотя бы направление движения у меня в порядке, да? Учитывайте скорость направления ветра. Целись светящийся круг. Это зона, в которой должен очутиться поплавок. Заброс оснастки выполняется нажателем левого кнопок. Чем дольше, тем с большей силой будете контролировать силу броска. Используйте слойящий индикатор. Хорошо. Я попробую кинуть. Ну, я плюс-минус попал. Я попал. Все, я попал, ребят. Необходимо выполнить более точный запрос. Давай попробуем еще раз. Ну, я как бы попал в зону, но нужно еще лучше, да? Хорошо. Давай под 45 градусов. Делаем заброс. Закинули, подтравили. Маловато. Слушай, ему что-то как-то пофигу, я смотрю. Так, хорошо. Давай тогда побольше. Все, вот, закинули. Прекрасно. Следите за поплавком. Удобнее прищурившись. Давайте прищурим. Ну, ты прищуришься. Я постоянно должен быть прищуренный? Дождитесь поклевку. Внимательно следите за поплавком. Если он утонет или... Для этого нажмите удержите левую кнопку. Он утонул! Давай. В случае успешной подсечки... Нет. Подсечка не успешная была, к сожалению. Он просто взял и сразу вытащил. Я пока без наживки даже, да? Пока без наживки. Лягушку, наверное, ловлю. Давай, прищурь. Прищурь, давай. Что? Сорвалась, да. Раз, два, три, четыре, пять. Притащить рыбу к себе нужно. Она пока просто так проверяет. Проверяет. На прочность смотрит. Осматривается. Пошла, 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 пошла. Давай, 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 давай. Есть, ребят, первая рыба. Карась золотой, да. Все, а я рыбак. А я рыбак. У меня 26 сантиметров. Карасик, да. Так, поймайте рыбу, полученное достижение. Поймайте рыбу на глухую поплавочную снастку. У огромного количества народу, конечно, эти ачивки есть. Это понятно. Поздравляем, вы поймали рыбу и получили немного опыта. Положите рыбу в садок, нажав внизу появившегося экрана в садок. Давай. Можно, кстати, экспу это фармить вот таким образом. Хорошо. Теперь уберите удилище обратно в рюкзак. Убрать удилище можно, нажав бэкспейс. Есть. Отыщите дом и получите там запасные снасти поплавочника. Запасные снасти пригодятся, когда что-то сломается, а денег на покупку новых снастей не будет. Получить запасные снасти можно не чаще одного раза в сутки. Для перемещения используйте взад. В темное время суток можно использовать фонарь. Клавиша F. Хорошо. Весла есть. Будет какая-нибудь большая рыба, а мы ее веслом. Щуку веслом, ребята. Так, стоп. Это что такое? Что-то увидел. Ай, дом. Е. Открыть. Получить запасные снасти поплавочника. Открыть. О, открыть. Прикольно. В доме могут храниться различные снасти, наживки и продукты, которым не нашлось места в рюкзаке. Размер хранилища дома ограничен. Воспользовавшись вещами хранилища в доме, можно только приложив их в рюкзак. Посмотреть параметры предмета. Можно наведать указатель мыши на значок I. Получить детальную информацию о предмете. Можно нажать левой кнопкой мыши на его изображение. Для поиска нужного предмета используйте фильтры по типам предметов и разные виды сортировки. Кстати, как по звуку, ребят, игра? Вот сейчас она просто тихая полностью, да, а там... Так, это я понял. Нужно забрать, да? Нужно забрать игрик, например. Получил. Теперь давайте отправимся на озеро Комарина и попробуем продать ваш улов на рыбном рынке. Для переезда на другой водоем откройте панель управления Escape. Затем на появившемся экране нажмите на плитку с изображением текущего водоема. С изображением текущего водоема. Дальше на озеро Комариное и нажать перейти. Всего не 27 градусов Цельсия. Хранящая дома ограничена. Открываешь такой дом, а на себя рыба вываливается. Ну, вполне может быть. Да, чего нет-то? Добро пожаловать на озеро Комариное. Это еще и рыбный рынок. Продайте свой улов. Сейчас почти ничего не заработаете. В дальнейшем старайтесь поймать более крупную рыбу. Ее цена гораздо выше. Лодочная станция. Можно е войти. Не, нам нужен рынок. Ой, смотрите. Магазин. 24 на 7. Банкомат. Обалдеть. Мне, кстати, вот рыбный рынок. Мне ж покушать надо будет потом. Приятного аппетита. Кто кушает хамяч лопает, трапезничает. Есть рыбка. Я могу за рубль. За рубль и 3 копейки продать. Продажа улового на рыбном рынке является основным источником заработка. Цена одного и того же вида рыбы на разных водоемах может отличаться. Выделите необходимое количество хвостов. После чего нажмите кнопку продать. Станет доступно. Так, выделить несколько хвостов можно, зажав контроль. Либо клавишу shift. Для удобства над кнопкой продать расположена кнопка выделить все или снять выделение. Вот, выделить все. Снять выделение. Продадим одного карасика за рубль и 3 копейки. Давай продадим. Продан один хвост. Вырущено серебряных монет. Какие же серебряные монеты? Мы же в России вроде бы. Русская рыбалка и серебряные монеты. А, императорская. Императорская рыбалка, ребят. Ну тогда хорошо. Заработали свои первые денюжки. У нас припасено для вас еще одно задание. Давайте-ка посмотрим. Используйте взад. А, отыщите рыболовный магазин. Теперь и нажмите... Купите наживку опарыш. Промтоварный магазин. Телефоны. Ну, ребят, это карточки, кстати. Уже карта. Карта появилась в годах... Слушай, в каких годах карты, кстати, появились? Я еще помню, деньги бросали. Или жетончики. Ну, что-то не карты бросали. А потом появились карты. Карты, ну, где-то в 90-х годах появились, по-моему. Еще до 2000-х годов появились. Так, вот рыболовный магазин. Ох. В магазине можно купить все необходимое для рыбалки. Цены в ассортименте товаров на разных водоемах могут отличаться. Если нужного товара нет в продаже, поищите его на других водоемах или дождитесь очередной поставки. Обратите внимание, многие товары можно использовать только достигнутого определенного уровня и получив соответствующее умение. Для поиска группы товаров используйте фильтр по производителям. Нажмите левую кнопку мыши на изображении товара, чтобы... Хорошо. Я могу опарыш. Опа-рыш. Я могу ввести опарыш и я могу... Ого! Ого! Есть какая-то добавка, а есть вот опарыш. Один опарыш, между прочим, 2,40 стоит, ты понимаешь? Да я за руб продал просто рыбину целую. Хотя 30 штук нам дадут, смотри. 30 опарышей. Ну, в целом устраивает. Хорошо. Качество, конечно, такое себе, но окей. Ладно. Чем больше, тем дешевле. Здесь представлены все модификации вырубанного товара, их описание и параметры. Выберите неисущую модификацию, нажмите левую кнопку мыши. Список параметров на левой кнопке мыши нажмите на значок I. I. Допустимый размер крючков. Крошечный, средний. Данный товар возврату не подлежит. Возможно передать другому игроку. Масса 0,25 грамм. Вес в воде 0,13 грамм. Плавучесть отрицательная. Количество 30 штук. В рюкзаке 0 опарышей. Хорошо. О, победка. Хорошо, ребят, молодцы. Так, хорошо. Давай купим опарышей. Я, в принципе, не против. Опарышей в рюкзаке. Закройте экран в магазине. Вы можете не только покупать наживки, но и самостоятельно их изготавливать из имеющихся в рюкзаке компаний. Это вы изготовите наживку хлеб. И сначала откройте интерфейсы крафта. N. Я, скорее всего, забуду, если честно, все эти кнопки. Надо будет изучать управление. Здесь отображены рецепты, при помощи которых можно самостоятельно изготовить некоторые предметы для поиска нужного... Для поиска нужного рецепта вы нифига не найдете ничего. Но только фильтрами. Нету поиска. У нас есть хлебный мякиш. Найдите в списке рецепт под названием хлебный мякиш. Нажмите на него. Затем изготовьте наживку хлеб. Нажмите левую кнопку мыши и изготовить. Есть хлебный мякиш. Крафтинг предмета возможен при наличии в рюкзаке всех необходимых инструментов и материалов. Качество изготавливаемого предмета будет зависеть от уровня развития навыка и умения. Если изготавливаемый предмет имеет несколько модификаций, выберите нужную и установив левую кнопку мыши. Установить либо заменить инструмент и материал можно, нажав левую кнопку мыши на соответствующий слот. Хорошо. Батон нарезной. Мы хотим из батона нарезной. Здесь на 4 порции хватит. У нас на 8 порции. На 4. Изготовить, побудьте. Изготавливаем. Черниль лица и лича сделана. Добыча наживок. Поставим, вы изготовили. Теперь навык развит на 0,2%. Развивая навыки, вы откроете для себя больше умений и возможности использовать ранее доступные снасти. Прекрасно. Окей. Еще 4 порции есть. Хотя странно, я же вроде. Ну ладно. Примите результат, затем закройте. Вы успешно выполнили все наши задания. Если вы желаете познакомиться с механикой ловли на спиннинговое удилище, то отправляйтесь на реку в Юнок. Там вас ждет урок, посвященный именно этому виду ловли. Ознакомьтесь с другими функциями управления. Можете в F1. Приятной вам игры. Спасибо. Ну давай тогда на Юнок отправимся, ребят. Пожрать купим что-нибудь? Давайте пожрем. Продуктовый зайдем. Здравствуйте. Мне бы хотелось пожрать что-нибудь. Батона. Батон. В магазине можно купить все необходимое для рыбалки. Цены в ассортименте товаров на различных водоемах могут отличаться. Это мы уже читали. Либо о чем мы поедим? У меня есть что-нибудь? СССР. Старая леска. Есть опарыши. Поесть не могу. Трехмерное изображение предмета и его описание. Хорошо. Есть хлеб. Это натюр хлеб. Натюр хлеб, ребят. На муку еще ловят. Не чисто же мякиш? Можно и чисто на мякиш. Серьезно. Кусок батона оторвало и все. Отломило. Именно оторвало. То есть отломить это надломить все-таки, а это оторвать кусок. Есть, например, у нас... Батончик. Мы можем его скушать. Приятного аппетита, кто кушает, а значит лопает трапезничает. Вот, четыре порции было. Мы немножко поели. Теперь мы сытые. Но, если честно, не очень. Не, уже зелененькое. То есть зелененький голод уже хорошо. У нас есть какая-то энергия, есть какое-то здоровье. Какое-то здоровье, какая-то энергия. Прекрасно. Озеро Комариное. Нам нужна река Вьюнок. Многие водоемы нам недоступны, что вполне логично. Давай перейдем на эту бесплатную. Динамитом тоже можно. Точно. Где его голова? Мы из нее смотрим. Мы предлагаем вам ознакомиться с механикой ловли на сменинговую снасть. Пройти обучение. Да. Подойдите к реке слева от деревянного моста, перекинутого на другой берег. Вот. Фонарик F. Локация у мостика. К реке слева от деревянного мостика. Ну. Я как бы подошел, нет? Или... Еще раз. Подойдите к реке слева от деревянного моста. А. Хорошо. Есть деревянный мост. Мы подошли к реке. Мы слева от деревянного моста. Давайте выберем... Я думал, что нужно на мостик и слева от мостика. Неправильно читаю. Хорошо. Поехали. Через I. Мы выбираем корона S60L. Нажав на плитку с его изображением. Искусственная приманка. Хорошо. Нам нужна оснастку. Так. Здесь представлены трехмерные изображения удилища. Это прекрасно. Искусственная приманка. Оснастка. Вот. У нас искусственная приманка. Да. Она как раз и есть. Затем взять в руки. Ой. Это у нас леска. Это у нас катушка. Собственно. Блесна. Блесна. Умм. Нет. Давайте пока ничего не трогаем. Взять в руки. Мы не профессионалы. Мы не знаем. Так. Установите силу тормоза в значении 25. Сила тормоза. Как? Для регулирования силы. Вызвести колесом мыши. В 25. Понял. В 25 установлено. Последнее, что необходимо сделать перед запросом. Выбрать скорость вращения рукояти катушки. Установите скорость вращения рукояти катушки в значении 10. Для регулирования зажмите R, крутите кольцо в значении 10. Понял. Снасть готова к забросу. Цельте светящийся круг. Где светящийся круг? Павлено в дерево. Ого. Не слабо так. Не. Ну-ка. Это скорость сматывания. Хорошо, мы сматываем. Сбух и кидай. Видимо, да. А, ты имеешь в виду... Мне прям заброс такой делать? То есть, еще и рукой нужно, думаешь? Я не знаю, если есть такая механика. Я уловил идею. То есть, мне нужно прям как лассо раскрутить. Я-то понял. Смотайте леску. Я задолбаюсь, ладно. Мотать леску. А я могу скорость подмотки увеличить? Могу. На десятку, пожалуйста. Вот, я могу отсюда, ребят. Вернитесь на... Да, зараза. Отсюда смогу. Да. Ну, что-то в этом есть, кстати. Так, выполняйте подводку, подматывая леску. Для этого нажимайте, удерживайте. Зачем нажмите клавишу shift? Можно в полтора раза увеличить скорость. В случае атаки рыбы, вы почувствуете... Есть. Так, подматывайте леску, вращая рукоять катушки. Для этого удерживайте левую кнопку мыши, следите за индикатором нагрузки. За каким индикатором нагрузки? Сорвалась? Сорвалась. Ничего страшного. Я не видел индикатора нагрузки. Стоп, погоди, а если я зажму еще... Это просто... Разницы никакой нет. То есть, мои движения забей. Личный рекорд. Самый дальний заброс 13 метров. Так, мы подматываем. Очень быстро нужно реагировать, а я не в курсе, как это работает. Леска немножко подламывается. Или катушка. Ну. Так, потащите рыбу ближе. Давай, давай, давай. ПКМ. Для этого поднимите удилище вверх. О! Подсек. Настоящее железо. Поздравляем, вы поймали рыбу на спиннинговую снасть. Положите рыбу в садок. Окунь. Окунек. Маленький окунечек такой. Укручный окунечек. В садок, конечно же. В зачет 5 заданий квалификации. Поймайте рыбу трех видов. Поймайте рыбу на 7 разных приманок. Поймать 7 видов рыбы на блесну колебалку, либо блесну вращалку. Поймать 25 видов рыбы, используя оснастку искусственная приманка. Поймать 5 видов рыбы, используя легкую снасть. Боже. Очки опта. Снасть. Вонс выдается за ловлю легкой снастью. Повышается количество очков. Вода получаем за выловленную рыбу. Всего очков опта. Спиннинговая ловля. Хорошо. Хорошо. В садок. Взяли. Это было последнее задание. Не останавливайтесь на достигнутом пути к самостоятельному изучению мира. Ознакомьтесь с другими функциями управления. Вы можете в окне быстрой справки. Быстрой справки. Нажмите F1. Приятная игра. Это я понял. Хорошо. Что дальше, ребят? Кого будем... Давайте на рыбный рынок. Сходим. Рыбный рынок. Стоп. Как... Backspace. Рыбный рынок. Войти. Здравствуйте. Я бы хотел... Ооо. За 5 копеек. За 5 копеек, мне говорят, окуня продай. Сумасшедший, что ли? Сумасшедший. Так, тут... Тут хорошо спиннингом. Я предлагаю все-таки пойти на озеро Комариное. И пойти ловить просто на поплавок. На поплавок, на донку. Просто на опарышей как-то. С карпами проще, когда их ловишь, просто сидишь. Ну вот я тоже думаю. Давай мы пока... Пока без спиннинга обойдем. Надо учиться игре. Мы обучаемся. Чат, как со звуком-то? Говорите. Мы телепортировались, мы перенеслись. Почем? Почем нынче? Тоже за 5 копеек окуня продавать. Кто бы знал-то. Ну ладно, продавай. Что делать? Продали один хвост, выручили 5 копеек. За 5 серебряников, понимаете? Работаем просто за 5 серебряников. Ооо, здесь лодка категории B. Ого. Но я думаю, что мне нужно начать ловить рыбу отсюда. Какую рыбу ты будешь ловить? Я буду на... Погоди, у нас есть Тейл Стик Тейл Шестнадцать. Ну пусть будет Тейл Шестнадцатый, к примеру. Износ на процентов. Килограмма. Натурчервя. Нет, давай-ка мы на опарышей. Вот, мне хочется на опарышей. Грузила, правда. А-а-а, погодь. Опарыш на грузила обязательно идет. Погодь, а червь? Да нет. Нет, я что-то не туда посмотрел, видимо. Это грузила можно установить. Автоматически устанавливается? Хорошо. Так, мы попробуем давать это пока просто вот так на опарыша. Это рыбалка, дружище. Это именно рыбалка. Один метр мы так и оставим, один метр. Сейчас сделаем заброс максимальный. Прекрасный заброс. Прищуриться! Обязательно прищуриться. И ждать. Сидим. Ловим рыбку. На опарыша вообще что-нибудь поймаем? Не знаю. Пока глухо. Пошел, 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 пошел. Пошел, пошел. Давай, мы хорошие, давай. Кто ты такой? Линь. Я поймал линь. Самая сильная пойманная рыба. Получены очки опыта. 204. Идет в зачет заданий квалификации. Левел апчик, ребятки. Левел апчик. Новый уровень. Вы достигли нового уровня. Так, линь в садок. Сюда. Линьку поймали. Угу. Рыбалка для релакса. Конечно, ребят. Рыбалка для релакса. На опарыша обычно карась ловится. Вот есть некий линь. Так. Покрутить не получится ли? Нет. Оно все равно кидает. Видишь, как-то коряво так. Как-то так-то коряво. В камышах. В камышах только лягушку ловить. Вытаскивай. Давай прям подальше закинем. Опа. Опа. Мне нужно купить хотя бы 2,40. Ну, чтобы я мог купить. Прищурьтесь. Почем линь? Не знаю. Линь не очень редкая рыба в реальности. Угу. Легендарная рыба есть? У меня точно нет. Но в целом наверняка есть. Есть какие-то особые. Ребятки. Намякиш надо попробовать поймать. Кого можно намякиш поймать, чат? Рассказывайте. Если намякиш ловить. Ну, я думаю, попробуем в следующей серии уже намякиш. Сейчас нужно последнюю нашу рыбку на сегодня половить. Там поглядим. Внимательно. На прищуре. На вечном прищуре. Обращаю ваше внимание. Как у меня энергия не утекает от прищура, непонятно. Что за последний параметр? Тоже не особо понятно. Параметр лампочки или параметр солнечности. Я потихоньку становлюсь солнышком. Или что это? Здоровье в порядке? С голодом? Ну так, чутка перекусили хлебца. Пойдет. Хлеб же еще надо покупать. Хлеб, по-моему, меньше рубля стоит. Ну-ка. Просто сидим, ждем рыбку. Не, на самом деле, в плане релакса игра отличная. Но нужно учиться ловить другую рыбину. Ну, то есть, глубину вычислять и прочее. Это где-то нужно либо выискивать или еще что-то. Рабачий интереснее всего, потому что, как на причале с моря... Сюда ловим? На спиннинг? Ну, спиннинг это ты ловишь... Эту двигающуюся наживку. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти Поймать 10 видов рыбы, 15 видов рыбы и 75 видов рыбы. Короче, мы в следующей серии, я думаю, как-нибудь попробуем вот это. Почем? Почем это? Экспу не будем получать в садок. Все в садок. Ну, мне бабки нужны. Мне нужны бабки. Прям сильно нужны бабки. Почем? Почем купите? Псс, алло. Ой, слушай. Линь вообще копейки стоит. А вот платва. Платва шикарная. Выбрать все, продать. Все, я все продал. Два хвоста. Личный рекорд. Самая дорогая рыба из проданных. Я через пальцы просто накручиваю себе леску. Скорее всего, хочу... Это спиннер, ребят. Все, я играю со спиннером.